Как так, на парте нарисовал? Это не он, это все Юр. Вы с ним построже, если надо, подзатыльник отвесите, может, лучше дойдет. А можно он другого учить и дать? Hi there, it's Nastya и моя рубрика Handy Hacks. Вы знаете, я с детства мечтала стать учительницей, но за 4 года в педвузе и от старших коллег я понаслушалась столько страшных историй о работе в школе, что как-то немножко желание притупилось. Но пришла пора встретиться лицом к лицу со своими страхами. Небольшой дисклеймер. Это видео основано на моем субъективном восприятии. То есть то, что я сейчас буду говорить, это не реальность, а исключительно мои личные страхи. О работе в общеобразовательной школе, которая меня ждет. Первое, что пугает меня, как молодого учителя, это большие классы. Количество учеников в группе не должно превышать 14, но, черт побери, это все равно огромная группа. Более того, к сильным учителям иногда запихивают больше учеников, так как школа заинтересована в рейтинге. Поэтому логика очевидна. Больше учеников у сильного педагога, выше средний уровень на экзаменах, ну и, соответственно, выше рейтинг у школы. Второе, это время. 45 минут на большой класс. За это время надо установить дисциплину, повторить и изучить материал, и еще нужно дать каждому возможность поговорить на английском языке. И надо еще постоянно следить за тем, чтобы у каждого была равная возможность проявить себя на уроке. Это может быть сложно. Это сложно, это и есть сложно. Каждому нужен индивидуальный подход. Еще у детей бывают особые образовательные потребности, и этому тоже стоит уделять внимание и адаптировать материал, если нужно. Более того, кто-то менее общительный, кто-то занимается с репетитором, кто-то занимается со слабым репетитором. Кому-то бабушка слова русской транскрипции подписывает. В 11 классе. И все эти нюансы нужно учитывать. Следующий момент это нагрузка и классы, которые мне дадут. Как вам 5 третьих классов? А мне, между прочим, именно такое и предложили. И 2 девятых. А ведь третий класс означает, что дети уже год изучали язык, и по программе вы должны идти дальше. Но фишка в том, что я не могу ручаться за работу предыдущего преподавателя. У нас в него домашний год. Да, точно. Правильно. С сегодняшнего дня все изменилось, детки. Халява закончилась. Вполне возможно, мне придется их заново учить. Но тут как повезет. Учитывая, что в таком возрасте у детей внимание рассеяно, и у тебя таких 5 классов, это эмоционально сложно. Одна подписчица мне написала, что она закончила мой же педвуз, и после этого пошла работать в школу, поработала чуть в началке, и получила нервный срыв, после которого сидела дома год. О май гад. И я понимаю, почему. Ответственность колоссальная, стресс со всех сторон. О правах детей сейчас, слава богу, начали активно говорить. Но о правах учителя пока нет. Программа — это отдельная тема. Причем, по логике, если учащийся осваивает программу, если преподаватель добросовестно относился к своей работе, то ему не требуется отдельной подготовки непосредственно к экзамену. Ну, как бы экзамены направлены на проверку знаний, полученных в ходе изучения предмета. И подготовка именно к самим экзаменам на официальном уровне не приветствуется. И звучит вполне себе логично, если бы не одно «но». Чтобы получить высокий балл на экзамене, надо набить руку, чем ученики и занимаются с репетиторами и на курсах. Я решил сделать шпаргалки. Написал одну шпору. Пять шпор. Десять шпор. Учебники — это тоже боль. Нужно работать именно по тем, что есть в библиотеке. И вполне возможно, что преподавателю именно по этому учебно-методическому комплексу заниматься не нравится. Он может его раздражать или казаться неэффективным. Но выбора как такового нет. Это значит, что то, что тебе не хватает в этом УМК, приходится искать, грубо говоря, на стороне. Ну, в других ресурсах. У нас был потрясающий преподаватель по педагогике, и он на первом курсе у нас спросил, «Как вы думаете, что самое сложное в работе учителя?» Ну, мы говорим, «Внимание, коллеги, большие классы». «Нет», — говорит он, — «работа с родителями». Витенька очень хорошо себя ведет дома. Как так? На парте нарисовал. Это не он, это все Юрка. Он у него плохое влияние оказывает. В телефон играет? Не может быть! Ой-ой-ой, такая молодая, уже такая злая. А можно он другого учителя? Ну что, как мой сорванец? Когда он там уже по-английски заболакает? Вы с ним построже, если надо, подзатыльник отвесите. Может, лучше дойдет? Но, конечно, я понимаю, что большинство родителей — это абсолютно адекватные и понимающие люди. Сейчас я просто карикатурно изобразила некоторых персонажей из своего личного опыта. На самом деле, работа в школе и опасна, и трудна. Но она очень важна. И если преподаватель добросовестно относится к своему делу и по-человечески тепло относится к своим ученикам, то благодарности к нему не будет предела. И со стороны родителей, и со стороны учеников, и со стороны общества в целом. И, конечно, я в выпуске не осветила позитивные моменты, которых может быть гораздо больше. И я однозначно настроена на такую работу, когда буду морально готова. В этом году я пока что работаю только онлайн. Ну, примерно вот так вот я сейчас собираюсь проводить занятия. С прагой на фоне. Также я веду разговорные клубы, блогерствую и путешествую. Набираюсь опыта, как говорится. Я очень рада, что у меня сейчас есть такая возможность. И вообще я считаю, что всегда нужно пробовать что-то новое, чтобы развивать себя в профессиональном плане. Поэтому, если вы всегда работали в школе и хотите для себя что-то новое открыть, то очень рекомендую онлайн-занятия. Потому что обратно перейти на оффлайн довольно-таки сложно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, работаете или собираетесь ли работать в школе или нет, и почему. Я всегда все комментарии читаю, и, возможно, именно ваш аргумент поможет мне определиться с тем, куда двигаться дальше. Поэтому спасибо вам большое. На этом не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и stay tuned. Bye! Не получилось посмеяться тоже.